Привет всем! Ребята, наши путешествия по Белоруссии продолжаются! И у нас путешествие по Вительской области, городской поселок Бешенковичи. Сегодня мы вам покажем и расскажем, где этот поселок находится, что посмотреть, какие достопримечательности, куда обязательно съездить. Все покажем и расскажем. Оставайтесь с нами, а мы уже подъезжаем. Осталось 3 километра. Давайте представим себя. Как вас зовут? Станислав. Станислав. Владимир, Екатерина. Екатерина. Нашу экскурсию сегодня Станислав проведет по городу Бешенковичи, правильно? Городской поселок. И начнем мы с Краеведческого музея, который был основан в 1979 году как музей боевой славы. Сейчас попробуем пройти, посмотреть и вам показать. И копают уже с 1966 года торф очень много находок. Все, что там бросили 4-5 тысяч лет назад люди, то и сохраняется. И вот у нас на выставочке здесь показано, скажем так, украшение. Это вот подвесочки из зубов. Мальчики любили их носить. Показать девочкам, какие они охотники. Янтарные украшения. Видите, к нам с Балтики уже тогда привозили их. И на что-то здесь меняли. Мы до сих пор не знаем, на что. Топоры. Ну, это топоры уже тут более поздний период. Вот. И здесь вот так на полочке выложено. Можно взять и посмотреть. Вот керамика. Самое, где жил человек на протяжении уже 5-6 тысяч лет назад. Везде вот таких кусочков можно найдем. А что это такое? Это, ну, скажем, фрагмент бивня мамонта. У него такая богатая история. В 1928 году в Мишенковичах с берега Двины вымыло фактически полностью скелет целый мамонта. И зубы, да? Это зубы. Недавно нам принесли. Вот в августе месяце. Тоже на дне длины нашли. Когда сухо было в 13-м году, рыбак ходил, споткнулся в него. Вот он торчалит, корни и зубы этого. И поднял. Это вот граната. Были такие хлопцы, ну, скажем, как гвардейцы сейчас, гренадеры. Это двухметровые ребята. В каждом полку была одна рота. На парадах они впереди все дошли. И такое специально отбирали таких людей, чтобы в эту ручную бросали. А это такая вот панорама у нас битвы под Островом. Наполеон пришел к Бешенковичу и стал разбираться, где русские. Вообще у него в планах было здесь переправиться на правый берег, загородить дорогу отступления Барклаеву, разбить его тут у нас под Бешенковичами. Он с поводства к Барклаеву отступал. И закончить войну. Но не удалось. И сам Наполеон тут тоже присутствовал. Наполеон у нас две ночи ночевал. А, даже еще я слышала, что у вас есть дуб, но он уже не сохранился. Пень у нас есть, мы еще покажу вам. Это специально, это находка художника. Это переход от мирной жизни к войне. Люди 21-го в субботу уснули спокойно. ТАСС было, спите. Ни какой войны всех успокаивает, ничего не будет. Проснулись под взрывы, бомб. Первый день, по-моему, у нас на леду не было немецкой авиации. Так, в общем, Бешенкович их военный аэродром был. А на второй день уже прилетали, бомбили. Герой тоже, да? Герой у нас пятеро. Вот знаете, бюстов сколько. По закону Советского Союза на родине герой должен быть бюст установлен. Поэтому у нас вот летчик Абазовский штурмовик, сапер Высогорец, летчик Ткаченко и генерал-майор Доватор. Как война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Вот Мактиновский Теренте Максимович в 13-м году винулся только домой. Нашли медалью на станке, когда поисковики, вон черненький, видите, такая капсула. В нем нашли заполненный листочек, ну и поделили, кто это. Вот партизанская землянка, вот тут накаты. Дети считают у нас, видите, вот эти, каждый ряд бревен это накат. И чтобы не прилетел снаряд или авиабомба тебя не убила, в этом, блин, даже где ты спишь, надо было вот таких накатов несколько делать, землей пересыпать. Подумающим учреждение. Этнография, это все вот сделано руками наших здесь жителей. Ткацкий станок, ну, не действующий, скажем так. Никто у нас не умеет. Но дом ремесел у нас есть районный. Там ткацкий станок рабочий, на нем до сих пор работает девочка. Скрыня. Вот такие. Скрыня такая, это, знаете, какой-то другой вообще это украшено. Посмотри, как это украшено. Поскольку все было. Это вот на видном месте стояло где-то, и там самое дорогое хранилось, которое иногда могли показывать нишчане. Это нипанская скрыня, ничего. Это у нишчанской могла быть красивая фарфоровая посуда могла быть. А с чего это? Лоза. Люлька. Колызка у нас называют. Люлька немножечко, это когда подвешенная. А, да, да, да. Колызка. Ну, все равно она вот так вот, можно ее покажется. Специально сделано, такие вот загнуты эти. Вот, настоящий, скажем, гончарный круг, на нем работал человек. Штыж загонялся в землю, ногой крутил вот этот большой круг и одновременно руками формовал хомут. Что потом делали? Вот на них, по размеру, по такому детскому обувку делали. Опять же, это был ящик сапожника. С ним он выходил на рынок выходной, садился на стульчик, ставил перед собой вот эту лапу и зарабатывал деньги. У кого-то подошла, отвалилась, вот сюда прикладывал, гвоздички такие сапожные забивал, они как бы проходили кожу и там загинали все в земле. Вот это самая большая денежная купюра Российской империи, 100 рублей, Екатеринка. Но были Екатеринка, потому что Екатерина вторая, видите, на ней. Вот получается вот это вот 100 рублей. Это большие были деньги? Большие деньги. 400 рублей было. Большие. Годовой доход, например, вот священника церкви примерно был 300-400 рублей. 200 рублей. Деньга уже как копейка. В 20-е годы просто мешок брали, таких денег и на что-то давали. Вот белорусская хатка, здесь утварь, это примерно 100 лет, ну уже, наверное, больше, так 120-140 лет. Вот всего тут напихано. И здесь, конечно, такой самовар себе крестьянин не мог позволить брать у Балашовых, там, 1794 год. Я думаю, это первый какой-то чиновник, который приехал с России нам, когда присоединили. Вот он привез с собой такой самовар. А вот такой утварь деревянный, это все местное, сами себе могли сделать. Видите, вокруг тут. Это белорусская хатка. И вот это вот юлька. Вот это уже юлька. Да. Ну и опять же, ей можно тоже назвать Каныска, сколыхается. Вот Баби Кут была, печка. И если у ребенка угодно, он уже спокойно мог ползать, его можно бастать, обварить кипяток. Все же при работе были. Чтобы не покалечить этого ребенка, его вот сюда где-то ставили, в бок, как где-то на отель. Он наблюдал, он был под присмотром, но не мешал ходить. Баби Кут, вот такие ложки. Женщина могла здесь уже, мужичи, даже от правду сказать, отойди, не мешай мне работать. И он уже, как бы, себя чувствует виноватым, ответ, наверное, сдачи не давал. До середины 70-х так вот распространено это мебель. И тоже красиво получили. Ну да, в одном зале. Домашний кинотеатр, смотрите опять. Вот здесь самое дорогое, это вот это вот, 600 рублей стоило. Это предмет роскоши уже. То есть, человек, покупай какой-то рекорд простенький, это, пожалуйста, там за 50 рублей. А если ты хочешь себе позволить что-то серьезное, плати деньги, как налог на богатство. Это получается телевизор, приемник, и радиологи, как оно называется. И, скажем так, и тумба вместе с ним была, и тумба еще для пластинок коробка была сделана. Тут патефон. Вот так уже эти иголки все нужны. Нужно. Уменьшите, михачески. Порошка. Первый раз слышу. Не слышу. А здесь сколько заводки такого-то? Ну, пластинку. Все, Заводили по ногу, переворачивали. Здесь одна песня на пластинке. На 78-м. Ну, а сейчас мы с вами направляемся. Куда? Будем гулять по парку. Парк этот создал Ириней Хребтович. Он любил все английское, поэтому парк, соответственно, тоже пейзажный английского. Оказался при царском дворе и служил там. Но в 1807 году на доле убил гвардейского полковника Арсеньева. И, скажем, двор тут возбудился. Приезжают какие-то поляки, стреляют в наших гвардейских офицеров и от двора его убрали. Сказали, взглазь долой. И до 1821 года фактически не вылазил, он в бешенкушах жил. Но в сентябре, вот 200 лет тому назад, 16 сентября, сюда приехал Александр I и сюда пришел весь корпус гвардейских. Смотр устроил здесь бешенкуш. Я думаю, Ириней там приплатил очень большую сумму денег, чтобы этот смотри состоялся прямо здесь. Во время смотра все русское святерство было Иринеем накормлено, пир такой устроен. Он был прощен и вернулся в Санкт-Петербург. Вот такие истории. А в каждом грабском парке есть грабский пруд. У нас целых два. Вообще, бешенковичи владели всегда очень уважаемые люди. Вот если я перечислю с 15 века, как мы знаем, сначала князья Друдские-Соколинские. Князья. Род такой довольно знаменитый. Потом Сапеги довольно короткое время 1630-го по 1656-й. Потом стало там по женской линии передаваться и отошло к Агинским. Агинские где-то более 100 лет. И в 1775-м году перешло к графскому роду Крептович. И вот они уже до 17-го года здесь хозяйничали. Ну а что с ними после революции? Пруд влюблённых. Мы слижали за границу. Мы слижали за границу. Почему? Последний владелец Константин Аполлинарович. И что из Путина? Опять же, Галиния, вымечательно. Уже имя цолика. Именно на этом месте произошёл какой-то такой вот именно история влюблённых. Что-то вот здесь или повстречались, или ну что-то вот о любви, конечно. Парк, парковое зодчество, оно подразумевает разные какие-то части парка, для каких-то целей. Вот, например, круглое там озеро какое-то, ну как будто солнышко. Я просто, я не знаю задумку самого этого организатора парка. Там можно было гулять днём. А здесь, допустим, в виде луны сделать прудик, и понятно, что тут гуляют уже ночью. А значит, ночью кто гуляет? Только влюблённые парочки. Сидят, обнимаются, беседки вокруг. И в доказательство могу историю сказать, что 1900 каком-нибудь там в десятом году произошло. Здесь чистили в конце 60-х пруд и нашли запаянную оловянную или свинцовую коробочку. понятно, думаю, там алмазы, бриллианты раскурочили, а там истлевшее маленькое атласное сердечко. то есть кто-то пришёл, пара, и мальчик говорит, девочка, вот мое сердце, на тебе, делай с ним что хочешь, она говорит, я, чтобы оно никому не досталось, утоплю его в этом пруду. Ну и может быть, Вот, может, без этого, да. Ну, оно вот в виде правды. Это как сейчас вот замочки вешают, я там обратил внимание, там тоже висят замочки на том пруду. Это ключик, опять же, от сердца бросают в воду, чтобы никто не достал. Что-то такое было и раньше, видимо. Такой стиль городской особняк. Классический, вот, без всяких тут излишеств. Жилая в Лигеле 2, ну и там... Получается, сам вот, сам вот центр, центр, да? Да. Городка. И хороший вид был, вот этих зданий не было, прямо двина была видна дальше. Ну, ну, получается, как раньше церковь строили на лобном месте, так они и построили свой этот дворец. Получается, на самом высоком месте в Бешенковичах, да, я так понимаю? Ну, во-первых, это здорово было, в Болоте никто, чем выше, тем, скажем, теплее и уютнее. И да, что все видно было. Само местечко отсюда находилось почти за километр. Вот, было имение, а просто были вот там, где у нас гостиница, чуть ли не километр от этого. А пустошь, это была торговая площадь, где кермаш проходил. Торговали. Так очень уважаемые люди могли здесь рядышком тут поселиться. Богатые евреи, говорится, приближенные. Приближенные. Им выгодно это было. И опять же, показать, пляс нужно было, чтобы дом построить, нужно было купить пляс, кусок земли, для дома. И чем ближе к Кемии, чем дороже. у нас идет капитальный ремонт. Его уже второй год, вот уже и окна поставили, все. Можете посмотреть на этот балкон. Шугольный, витой, сушеный балкон. Видите, это начало 19 века, больше 200 лет. Вот на нем, по-видимому, был император Франции Наполеон, дышал свежим воздухом, и его победитель, император российский, Александр I. Наполеон был в 812 году, а Александр I в 1821 году. Этот вот балкон помнит? Как минимум. Да, да. Двух императоров, ну а если подсчитать, то, наверное, трех, потому что вместе с Александром был его брат младший, и Николай, который снова, потом, после, стал императором. Когда же где-нибудь читаете, там, Дешенковичи, город трех императоров, еще подсчитать не было. Так что вот, Дешенковичи, получается, реально городок трех императоров. Вот этот балкончик помнит их. Что очень такое значимое место, конечно, ребята, зра, что это все так это в запустении, его бы это все восстановить, но будем надеяться, что проведут реставрацию, восстановят имение. 911 год, приезд к экскурсии из Витебска. А вот приезжал к нам Наполеон Орда, и его рисовал в 1876 году. И, как вы, если посмотреть, ничего почти не изменилось. Нету костела только. Но наш прикостельное здание, вот это вот оно и есть, в котором музей сейчас. По-моему, оно светится здесь. Ну да, 300 лет. Нету вот этих вот пирамидальных тополей, нету опять куда не делись, не знаю. Кто-то, видимо, аллергия на пух и посрезали. Дорога даже сохранилась. Вот эта дорога на Витебск, вот ад. Вот это вот была конюшня для выездных лошадей. То есть выходил граф Ириней, или там его предки говорили, подать сюда лошадь. Конюшня в конюшне для выездных лошадей. То есть это лошади, это надо чтобы графу возить. И вот от того внизу перекрестка до сих пор это дорога называет Аккульска. готовили здесь пищу, а потом проносили... А готовить если гостей, это могло быть 50-100 человек. Я думаю, здесь и жили, скажем, кухарки какие-то, прислуга, а она здесь и жила. В интернете еще пишут, что это могло быть старый дворец, что вот это новый, это старый. Но сама архитектура показывает, что скажу, нет. Вот даже посмотрите, угловые, вот как сарай, вот стоит, вот видно, вот это угловые столбы, и потом заложены все. Ну, сами себе, там, где-то книги одинские, один не устроили, вот так вот. Никакой архитектуры не видно здесь, поэтому я в это не верю. А в этом? А это прачечная. А это прачечная, Вот это такой комплекс. А в 16-м году здесь работала русская этнографическая экспедиция во главе с двумя докторами наук. Я им помогал, я 50 информантов для их подготовил, бабушек, дедушек, сходил к каждому из них, говорил, а к вам придут молодые студенты, вы не выгоняйте их сразу, расскажите, что-нибудь интересное. И мы мерили кладбище. Оказалось, 2,2 гектара. Вот, видите, а там точно написано 4,2 гектара. Точно ничего не бывает. Да, это... Речь идет о еврейском кладбище. И что-то там еще было, что... А как мы измерили у меня, спросите, точно. У нас еврейское кладбище всегда ограничено оболву, капалевалу. По обволовке мы измерили, поэтому точно знаем 200 метров длина и 100 метров ширина, чуть-чуть больше. Но это, скажем, большое кладбище. Я знаю другие, они намного меньше. Лебешенкович, особенно, это все-таки не город, а городок, местечко бывшее. Вот. Мы сейчас пойдем на бывший дуб Наполеона добываться, а сейчас пень Наполеона мы его называем. Надо просто школу обойти. А дуб вообще он сохранился? Пень от него сохранился. А все-таки же пытались корни, чтобы там вот пустить. Нет, ничего не пытались. А вот в интернете написано, что... Пытались заставить дубу в корни пустить. Ну, нет, вот пытались сохранить вот это вот. Ничего не пытались. Мы даже не знали, что его собирают посрезать, скажем. Потом уже, когда срезали, публикации было, что любое старое дерево нужно охранять и все остальное. но... Так, как получилось, так получилось. Я... Скажем так, писали, что под этим дубом обязательно Наполеон точно сидел, что это запечатлено там какими-то французскими или немецкими художниками. Я все фотографии уже знаю в интернете где-то там, если знать как, то можно найти. Дуб Наполеона я нашел, нарисованный, в 1812 году. Я вам покажу. А Наполеону плоди нет. И есть, как говорится, тот самый дуб Наполеона. Ну, вот за то, что внутри он полностью выгнул. Вот, если посмотреть, там уже ничего... Что он мог просто упасть. Не маленький. Ну, вот это дерево это где-то времен Сапехов. Это какой-нибудь 1600 там. Это, скорее всего, была здесь дорога какая-то и такая шла аллея, потому что вон еще два там дуба, они так почти в ряд идут. А вот, пожалуйста, мама, дуб Наполеона. Вот этот вот дерево, этот же дуб. Это вот этот, да? Да. Айбрехта Адама, баталиста. Называется Наполеон и его войска в Бишенковичах. 24 июня 1819 года. Здесь Наполеон на Белой Лошади и его ближайшие, скажем так, сотоварищи Мюрат и Бгорне. Петропавловская церковь тоже свою историю имеет. Значит, в 1708 году у нас гостил Петр I. А гинские, которые в это время владели Бишенковичей, были его союзниками. Они с Сапегами воевали за, ну, какое-то влияние Белоруссии. И агинские были за русских, Сапеги за шведов. И вот, значит, приехал Петр I. Сидят они в его дворце где-то тут, выпивают. И он для него говорит, а вот пожелайте, что хотите, мы для вас, ваше Святейшество, все, что хочешь, сделаем. Он говорит, а у вас церквей православных нет? Все какие-то там неядские, все. Ну, хоть и покажите нам, где нарисовать, где построить, там и построим. Вот они отошли метров до 50 и построили церковь в этом месте. Ткнул пальцем там полупьянка, вот тут. Церковь «Свобода» называлась, потом перенесли Ленина, сдала площадь Ленина. Называется правильно вот это место сейчас музей военной техники под открытым левом. В 16 году создана, а в это время министром обороны был Робков. Это вот лейтенант. Это наш земляк. Женец Бешенковского района. И он, сколько не попросили, может, да, вот ни в одном районе столько нет. Нет, я смотрю, это реально, это... Нет, есть и уникальные. В 25 году поставили Ленина. Ну, в 17 году памятник Александру скинули, как-то, ну, разобрали. Но постамент остался. В 25 году поставили Ленина. И вот этот вот столбик, который вот здесь, стал мешать ему венки подносить. Какие-нибудь два белоруса выкопали, им говорят, уберите куда-нибудь. Они хоть там у Абрама похорон, давай заведем нам водочки, даст. И поэтому в конце концов оказалось на еврейском падыше. Это вот такая моя житейская история. В 41 году пришли немцы, это только начало истории, пришли немцы и памятник Ленину сковырнули. Разбили его, он бетонный был, разломали, где-то он здесь закапан. В 46 году тут поставили нового Ленина. А вот 50-е годы реконструировали всю эту площадь и в 58-м вот с этого места Ленина перенесли вот сюда. Ну, чтобы место не оставалось, пустым здесь поставили памятник комсомольцам и молодежи. Это местный местный краевед, да? Да. Поднялся дна Двины. Ну, не все тут, есть современные какие-то, которые вот с моста. Допустим, осенью подолёт, поздней осенью срывают здесь и они какие-то новые и, скорее, вот такие, как это, доставали. Им, допустим, два доставили, один сидит, другой солдат нельзя. Большинство. Вот, вот этот видно, что доставали, что сломано. Нет, это не того. Что может отломать вот такие железяки? Представляете, кованое железо в Двине, и на дне что может вот его так поломать? Как вы думаете? Ледоход. Лед. Лед. Это миллионы тонн. Его, как вот, плывёт это всё. Всё, что на дном торчало, скажем, вот торчали два вот этих нога, а те в лёг, в песке. Их отломит. Потому что лёд, это всё слетает. Ничего нельзя остановить. И закон о физике не знали. Вот это первая половина девятнадцатого, вот восемнадцатый, первая половина девятнадцатого века, когда не знали закон о физике. Потом перешли, вон, видите, вон тот совсем простенький второй перешли. Там рычаг есть уже. Достаточно было палку запихать, и можно было делать только два. Его разворачивало, и всё равно каким боком ты веки заглубляло в землю. Когда этого не знали, просто ходилось, видите, четыре. Четыре, и больше даже сделать лопастей. Я за пять минут, как смог, сочинил. Но с таким, скажем так, не знаю, не знаток литературы большой, но где-то девятнадцатым веком должно тут веять. Тей знак поставлен как напоминание былым заслугам наших земляков. Плоты, водившим в Ригу струги парки, обронявшим гонку кроку. Повесили эту доску, и тут же в интернете памятник морякам поставили. А это было местным жителям памятник, и в честь могбебулей. 380 лет в четвергском году. Торговые лавки находились, и мы сейчас на 60, а по другим версии на 120 лавок, каменный двухэтажный такой, торговый двор, или как дом назывался. Аблик, как сейчас супермаркет? Как сейчас супермаркет. Ярмарка тянулась целый месяц, и начиналась на день святого Петра и Павла. Сейчас это, по-моему, 7 или 8 июля. До 200 шляхетских родов приезжало, а простого люда там десятки тысяч. Ну, плюс же здесь еще раньше путь сваряги в реке, Этот путь лучше мне не напоминает. Я всем говорю, Бешенковичи наши середина 15 века. Путь сваряги в реку под вене это 9, ну, скажем так, 10 век. Все. И самое интересное, что он здесь, вот здесь, как раз для него, для этого пути, был такой глухой участок. И это доказывает, здесь ни одного клада монет. Так что не найдено. Получается еще один миф. Развеян, развеян. Да, это миф. Все для того надо скрупулезно изучать. Вот написано так, а на самом деле будет проверишь и так. Отчет на северо-запад, видите? Самая южная точка Двины, да? Я предлагаю в следующем году у нас будет праздновать 575-летие, как упомянули Бешенковичи, поставить здесь какой-то памятный знак и прописать вот. Ну, так, какое-то мероприятие провести. мое предложение, опрос у нас был, буквально вчера я это говорил. Поставим тут какой-нибудь крест и напишем самая южная точка и координаты широта, другая и все. А это получается один мост на ту сторону или есть еще? Значит, здесь у нас вот Бешенковичи понтонный, Ула 25 километров там стационарный и объездной возле Витебска, где-то 40 километров стационарный, объездная дорога и потом два или три в самом Витебске там два автомобильных и железнодорожных три моста вот ближайшие вот отсюда это Ула 25 и 40 ну да это так это все ну мы так довольны то что есть мост а мост скажем солдатики здесь понтонно-мостовая служба мост идеально работает никогда тут не перекрывают фактически на долго так на зиму на зиму убирают где-то до середины ноября и все и потом концу апреля ставят числа 15 20 апреля но уже 12 лет а на той стороне это деревня да или получается она называлась деревня в 19 век называлась Задвинская Слободка мы ее называем Стрелка деревня или поселок Стрелка сейчас она статус деревни потеряла просто Задвинская часть Бишенкович и за деревней сразу начинается Шумилийский район вот буквально знак населенного пункта конец населенного пункта и Шумилийский район все там ничего да это получается это сейчас уже современное время можно понтонную мосту по понтонной переправам остыть и сделать а тогда когда действительно лет сто назад когда эти даже восемьсот двенадцатый год они как они они же получается понтонные наводили приходили русские наводили понтонную переправу кавалерия на той стороне сюда Меншиковая переправлялась на паромах и на понтонных лодки ставили собирали все вокруг лодки и на лодке настилали все приходили французы здесь было два понтонных моста поставлено пришли немцы в 41 году а тут же поставили мост так это тоже в этом же месте тоже деревянный это вот металлические течения вот посмотрите видите какое сильное это вот если получается деревянное якорю вот видите там вот цепи цепи эти якоря завезены вот в них катера такие вот стоят внизу отводятся погружаются все держат в струночку что солдаты могли тут рассказать ну вот идеально но это это сейчас а в то время то же самое якоря растяжки могли колы забить и привязать веревки ну ты сейчас современная технология так это намного проще а тогда чтобы построить такую переправу понтонную даже великую отечественную войну это сколько сколько времени уходило это не один месяц наверное уходило чтобы очень быстро все сказано было что с утра пришли французы в Игарне а вот два часа приехал император и уже был наведен понтонный мост по которому он проехал но скажем так сказал что мост как-то он сузил ее не просто сейчас она большая и плотина сделали в сухой год она уходит туда метров на 10 с одной то есть метров на 20 на 30 она уже я гулял вон там вот по берегам вот здесь до 13 теперь уже все плотина подпирает и как бы намного больше дорогие друзья получается понтон длина 120 метров а вот Катя говорит что интернет только 184 было так что не всегда надо верить интернету нравятся люди они сидят идут в Минску они говорят давай про Пешенковича напишем давай посмотрим что там пишется вот и может по картинкам может все что угодно я встречал разные цифры и 150 и 200 ну так как и раньше то же самое история переписывалась так и здесь кто-то написал не так правильно чтобы конкретно уже и точно знать самое интересное это первое упоминание о Пешенковичах вы уже читали значит да там 1447 год вот пойдемте и я вам расскажу какая интересная а значит ваш мопед первые в интернете там по архивным источникам по по документам по еще чего-то документально Бешенковича вот документ в нем написано деревня Бешенковича первое упоминание 1508 год это деревня Кривинской волости там список деревень на 1508 это самое первое упоминание а вот это откуда взялось 1447 год это как Витебск в 1974 плыла Ольга поздняя летопись о ветке про Витебске и там написано что плыла Ольга понравился и Бугор высокий все хорошо но Ольга в 1969 году умерла а празднует тысячелетие хорошо празднули все у нас то же самое самое последнее вообще считается скажем так а летопись это летопись могилевского братского монастыря и часть этой летописи записки и губина ареста это 1830 год и там написано что в честь спасения чудесного спасения жены от утопления Казимин IV построил Лизскую церковь и он их называет который знал на тот момент на 1830 год который он знал он все их перечислил Витебск Корша Челик у Бешенковича фишка здесь в чем Казимин IV женился только в 1454 году в 47-м и его жене будущее было по-моему 10 или 11 лет и она у своей папы в Вене в Австрийской императоре и не думала сюда приезжать и то что да видите реально сколько не состыковок вообще не состыковок это все у меня все что там я смотрела все не состыковки из как она Брамка Брама Брама такие красивые и здесь сколько было я знаю три выхода из имения то есть скорее всего на одной на одном есть на картинке а им было три поэтому скорее всего три было до имения и вот одно должно быть так и вот тоже а с какой целью они так вот и никто не знает для чего это вот место важное место обозначилось а ну вот здесь если это кладбище получается это вот вот сюда уже если занесешь и вон там еще одно строение красивое там каплица пойдем сейчас к нему Аграбская усыпальница впереди под этой его жена Каролина Мария Риньо до замужества и дочь Мария их три представителя Аграбского рода Аграбская усыпальница Да здесь какой-то вот еще тоже кайф Это здесь уже стерки подносят просто они здесь вокруг Новые появляются захоронения а старые сюда туда и все слава богу Сейчас используется для отпевания то здесь кодилов там еще что-то местные освященники Ну это тоже как-то неправильно если получается то есть под низом ночи получается эти графские а сверху уже отпевания как-то так это Спросили меня я бы сказал так не знаю Относятся священнослужители к этому как-то как у нас говорят не по-людски Да не по-людски Вот еще одна достопримечательность Дешенкович Подвесной мост Она же здесь называется местными местными жителями хмельничанка А понял из-за того что хмель по берегу Наверное или что деревня хмельник Как и что из-за чего топонимика наука очень сложная Что из-за чего Страшно немного очень болтаюсь очень болтаюсь я тогда вот вот можно пройти вот спокойно Ну когда быстро идешь она раскачивается у нас или два человека когда идет идет раскачка получается в ритм в такт так не попадаем и получается ну а мы двигаемся обратно Ну еще чуть-чуть осталось никто не падал на этом мосту я не слышал что вот как-то наверное страшновато а с поддомом у нас уже утонуло по-моему четыре или пять человек А здесь нормально это вот проверять вестибулярная аппаратка Да Не вот когда вот одна да вот идешь так это спокойно Понятно что не раскачиваешь А сейчас 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 еще и земля будет шататься под мохами Да Вы сейчас в голове это дубни Платишь эту аренду и больше к тебе отвор как бы никакого отношения Вот зарабатывай деньги как хочешь Поши и сея там торгуй и все Это получается вот можно сказать как Другого денежные отношения такие Правильные Хребтовский первый отменивший Хребтович первый отменил Барщину да Ну не первый Ну скажем так Один из первых Один из первых вообще уже в Великом Кражданстве Литовском а потом эти земли отошли к России Его как должностное лицо враждебного государства лишили всех владений но он все это успел оформить на своих сыновей Они получили право владения Адам Чорсами там Ирине Бешенкович Это были огромные владения например Бешенкович Большие люди Ну да Это очень большие земли И они правильно хозяйничать Интересно было парам из 18 20 по-моему или с 18 5 лет молодежь вся Бешенкович окрестных деревнях должна была служить при дворе Они считалось получали профессию какую-то их обучали какого-то демеслу Их почему-то не знаю по какому-то закону того времени нельзя было в Рыг забрать в это время То есть двор работников не мог лишиться И А им запрещалось не только в Коршму заходить чтобы водки попить даже подходить к Коршме Они призвенниками воспитывались И потом в 25 лет с разрешения графа Хребтовича они могли жениться заводить свое хозяйство и пожалуйста живи Вот такие правила Целый статут там был написан Я читал так это все по-умному А чтобы его найти надо такую горочку насыпать чтобы не искать кругом лес и все остальное Даже людей могли не здесь захоронить Есть курганы жальники Князь забрал каких-то по-арабковскому Будете там грести на лодках Пойду на Византию Там их попалили где-нибудь потопили Местные жители им насыпали курганы так называемый жальник Их все равно археологи не любят такие курганы Потому что копаешь копаешь сомнится гонит Ну и мы тоже когда поднимались да там видно черные копатели а может не черные но ямы разрыты а нашли они там что и самое интересное вот где мы были из-под него растет ива большая и бьет родник самое главное сделали место и пьют я тоже там тоже рассуждал видео что да думаю вот если это действительно могильник ну получается это же как бы родник давно уже сгнило там 10 тысяч лет что там осталось ничего не осталось ничего вредно там точно нет окречка опять же клинице у нас в древности приравнив церкви что церкви ну да катя побоялась там пить спасибо станислав за экскурсию будем держать связь да мы еще не дошли да как это мы на той стране еврейского и вообще старый мононфельд не смотрели да и точно приедем и посетим так что спасибо до свидания ну а мы ребята на этом наверное будем заканчивать наше сегодняшнее путешествие по Витебской области именно касается городского поселка это Бешенкевичи так что ребятки оставайтесь с нами очень очень много чего интересного вообще Беларусь страна замечательная и очень много достопримечательностей и хорошо когда такого встречаешься с людьми которым вот как Станислав который владеет полностью информацией хоть он не коренной житель но реально многое знает именно по этому городку очень провел познавательную по ходили мы пешком много очень прошли наверное километров по 10 прошли поэтому немножко устали на сегодня будем мы заканчивать это видео ну а следующий городок вы узнаете в следующем видео оставайтесь с нами ребята все пока пока Музыка Продолжение следует...